Великое Чицкое озеро. Много больших и малых рек несут в него свои воды. И только одна река, прекрасная, спокойная и необузданная, берет в нем свое начало. Это Нарова. До Второй мировой войны граница между Суверенной Эстонией и Советской Россией проходила по суше в 10-12 километров от правого берега реки. Вот каким в то время был Приноровский край. 20 больших и малых деревень поблизости от реки и 15 деревень, расположенных от нее на расстоянии от 6 до 10 километров, так называемое Залесье. В 30-е годы XX века жителей Приноровья, русских, православных, насчитывалось более 25 тысяч человек. А население Нарвы тогда составляло 26 тысяч человек. Из них 7 тысяч были русские. Западными воротами Приноровья была деревья Сыренец, Воскнарва, волосной центр Левобережья. Богатые рыбные ловли в озере и реке, освобождение от рекрутской повинности способствовали возникновению здесь крупного поселения. В Сыренце проживало около тысячи человек. Насчитывалось 200 домов. Сыренец – это оборонительный рубеж у истоков Нарвы. Здесь находится первый старинный памятник Приноровья. Крепость Нейшлос, построенная в 1349 году. После разрушительных войн и пожаров до наших дней сохранились лишь ее древние развалины. Главной заботой взрослых были дети. В волосном центре много внимания уделялось воспитанию подрастающего поколения. Сыренец имел ясли сад, сюда частенько заглядывал православный священник. Молодежь активно участвовала в художественной самодеятельности. Был свой замечательный струнный оркестр. В наше время в Аскнаре проживают приноровцы, наделенные щедрым поэтическим даром, трудолюбивые и духовно богатые люди. Ах, река, река Нарова, Течешь ты с озера Чудского, И волны катишь, как всегда, Устала горько и вода, Граница вдоль реки легла и разделила берега. В тоске два берега живут, И вместе песен не поют. И рыбаков нет на реке, Одни лишь чайки на воде, А лодки этих рыбаков стоят у разных берегов. Благодаря их стараниям поднялся из послевоенных развалин православный Сыренецкий Ильинский храм, который недавно стал подворьем Пюхтицкого монастыря. У истоков Наровы на правом берегу расположилась деревня Скамья, восточные ворота Приноровья. Сегодня здесь ангел Громовской пристани молится за спокойствие и благодать Приноровья. Интересно происхождение названия деревни Скамья. В старину в этих местах процветал ладейный промысел. В деревне ладейщики отдыхали. Они сидели на берегу реки, на огромных скамьях и любовались красотой Наровы, развалинами Сыренецкой крепости Нейшлос. Всех православных объединяла Скамейская Ильинская церковь. Скамья и Сыренец Воскнарва в две деревни, стоящие на разных берегах Наровы, ее восточные и западные ворота. Великая Отечественная война унесла много жизней жителей Приноровья. В памяти погибших на берегу реки в центре деревни Скамья установлен памятник. Самое деятельное участие в ее установлении принимал Виктор Львов. Члены общества Нарвама ежегодно посещают мемориал, возлагают цветы и поминают погибших минутой молчания. Левобережное поселение на струге реки Наровы деревня Яма. О ямах в законодательных актах и договорах о перемирии между русскими и шведами упоминалось уже в XVII веке. Действующая здесь Никольская церковь построена из финского гранита, что делает ее особенно привлекательной. Митрополит Эстонский в дальнейшем предстоятель Русской Православной Церкви отец Алексий проводил богослужения в Ямской часовне. Будущий Алексий II в центре на фотографии с прихожанами и церковнослужителями. В приноровье Яма славилась еще и как самая певучая деревня. Здесь был свой большой смешанный хор. Женщины выступали в приноровских костюмах, цветных сарафанах, белых вышитых блузках, белых передников с узором и кружевом, а мужчины в белых косоворотках с вышивкой. Кроме светского, был церковный смешанный хор деревень скамья и Яма. На православном празднике в 1929 году смешанный хор деревни Яма получил серебряную медаль на конкурсе хоров и ему вручили памятную грамоту. Ямский струнный оркестр народных инструментов участвовал в концертах в народном доме и на праздниках в других приноровских деревнях. В Ямском народном доме для женщин были организованы курсы домоводства и кулинарии. На памятном фото все в головных уборах и белых фартуках. Соблюдение гигиены было обязательно. Вниз за скамьей по правому берегу расположились три небольшие деревни. Кукин берег, Переволок, Дюк. Они имели общую начальную школу. За деревней Дюк по берегу и перелеском мимо хуторов тянется дорога в Скорятину. За хутором Коколок начинаются Скорятинские пороги. Здесь норово с большой скоростью несет свои бурные воды, омывает крутой каменистый берег. На берегу волосной центр Скорятина. Это среднеприноровье. В среднеприноровье жители принимали участковый врач и участковый агроном. Работали аптека, Скорятинский кооперативный банк, ювелирная лавка, молокозавод. Сельскохозяйственное общество снабжало крестьян машинами и семенами. Очень представительным выглядело мужское население деревни. В костюмах, светлых рубашках с галстуками, в туфлях или кожаных сапогах. Их костюм ничем не отличался от городского. Женщины с удовольствием участвовали в работе курсов по домоводству и кулинарии. Без Скорятинского хора «Русская песня» не проходил ни один районный праздник. В деревне было много детей. Этот факт увековечен на фотографии учеников и учителей Скорятинской школы. Одним словом, в Скорятине жили достойно и зажиточно. Порожистая река набирает свою силу у зверинца напротив креста Ольгинского погоста. Это еще один исторический памятник приноровья. По преданию, церковь была воздвигнута в честь чудесного спасения княжны Ольги, жены князя Игоря. Княжна плыла на челне вверх по реке к Чудскому озеру. При прохождении порогов челн перевернулся. Ольга чудесным образом спаслась. Погиб ее дружинник Илья. Долго молилась Ольга о своем спасении и на этом памятном месте была воздвигнута в 1237 году маленькая Никольская церковь. В храме несколько глубоко почитаемых старинных икон. Белокаменный кресто Ольгинский храм с реки смотрелся двухкупольным, а если взглянуть сбоку, то была видна впритык стоящая Никольская церковь. По всему краю разносился малиновый звон колоколов кресто Ольгинской звонницы. 1 февраля 1944 года намоленный веками и многими поколениями приноровцев комплекс кресто Ольгинского погоста с Никольской церквью при отступлении немецких войск был взорван. Свидетелем этого кощунства была 14-летняя девочка-подросток Галина Баранихина. Перед ее глазами до сих пор стоит такая картина, поднявшийся вверх во всей своей красе храм превратился в груду глыб и камней. 24 июля 1999 года на этом скорбном месте был установлен памятный 7-метровый крест. Хлопоты по его установке взяла на себя жительница деревни Загривье Ольга Вишнякова. Она собирала пожертвования, ухаживала за территорией. Сейчас она покоится на крестно Ольганском кладбище. Члены общества Нарвама ежегодно посещают Ольгин крест, наводят порядок, возлагают цветы и проводят поминальную трапезу. Ничего в стремительном беге реки не изменилось за сотни лет. Пороги заканчиваются, но вода еще не останавливает свой бег, мощными струями вымывают омуты. И деревня, которая стоит на самом берегу, тоже называется Омут. После войны она получила новое имя Отрадное. Омут самая длинная деревня в Приноровье. Она растянулась на два с половиной километра. Эта деревня тоже жила интересно. Народный дом Омута был рассчитан на 600 человек. В нем проводились спектакли, устраивались выставки. Кружки рукоделия, кройки и шитья, домоводство, помогали омутским женщинам дружно проводить свободное время. Женский хор деревни принимал участие в празднике русской песни в июне 1937 года. Участники хора в Приноровских костюмах. Небольшая деревня Радовель, в ней было всего 50 дворов, далеко отстояло от правого берега реки, это уже Залесье. По этой фотографии мы можем представить, как был устроен быт в Приноровских деревнях. Добротно отстроенный дом, в открытом окне которого виден граммофон. У аккуратного забора прислонен велосипед. Все крупные камни на территории окрашены в белый цвет, чтобы возниться было удобнее не наезжать на них, не выбивать колесные оси у телеги. Любимые белые березы в полисаднике, на скамье женщины с рукоделием. В Радовельской начальной школе учительствовал Алексей Васильевич Рандин. На фотографии он в центре. В среднем ряду, четвертая слева, ученица Галина Баранихина. А эта фотография свидетельствует о том, какими модницами были девушки. Вот так с радикюлями отправлялись на прогулку. Многие приноровские деревни имели свои самодеятельные драматические театры. Один из драм-кружков был в деревне Кондушем. На фотографии в первом ряду в центре Радцевич, инструктор по внеклассному образованию в приноровье. Ему во многом обязаны жители организации русских просветительских обществ каждой деревни с широким охватом подростков и молодежи. В Залевской Кондушской четырехклассной школе училось более 50 детей. Два преподавателя отдавали свои знания юным приноровцам. По правому берегу за умутом за покосными угодьями и перелесками на берегу небольшой речки Криуши при впадении ее в норову за густой зеленью лиственных деревьев видна деревня Криуши. Криуши центр Козельской волости. В Криушах кипела общественная работа. Деревня славилась школьным ансамблем русских народных инструментов под управлением и руководством Пяреста Александра Павловича. На фотографии он первый слева. Смешанный хор радовал приноровцев. В хоре пели и совсем юные жители деревни. В четырех километрах вниз по течению за деревней Криуши расположилась усть Жердянка. Бережно хранит школьную фотографию Ирина Степановна Гладышева. 31 января 1944 года наступил черный день для Приноровского края. Весь налаженный быт, культурно-образовательная жизнь, административно-хозяйственная деятельность оборвалась в одночасье. Карательные отряды приступили к уничтожению деревень, хуторов, церквей. Край, так любимый ее жителями, сжигали совсем нажитым скарбом. Горело все. Дома, административные здания, подворья. Жители, гонимые огнем, выстрелами автоматов, бежали в ближайшие леса, в ужасе спасаясь от бесчинства захватчиков. Эфект выжженной земли немцами был достигнут. Опаленная войной, жители приноровского края, лишенные всего, на пепелище не вернулись. Велики были боль и отчаяние. Нарве пригодились их рабочие руки. Восстановление города стало главной заботой граждан Эстонии приноровцев. Сегодня каждый, кто связан с приноровьем, бережно хранит память о своих родных местах, о своих корнях, стремится передать молодым свою любовь к чудесному краю. Сегодня приноровцы объединены в общество Нарвама. Обществу 20 лет. За эти годы его работа стала важной страницей в современной истории Нарвы. Нарвама это объединение тех, кто любит родной край, кто активен во всех добрых начинаниях, кто гордится гордым именем Нарвези.